В столице Азербайджана, в городе Баку, началось применение препарата Pfizer. В страну завезли 218 тысяч доз данного препарата. Лица старше 18 лет, не имеющие противопоказания, могут получить препарат от коронавируса производства Соединенных Штатов в Бакинском оздоровительном центре и Центральной клинической больнице. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте rndv.izgov.az. Вторая доза будет применяться через 28 дней после получения первой. Вакцина Pfizer признана Всемирной организацией здравоохранения. В целом, с начала вакцинации более 2,5 миллионов жителей Азербайджана иммунизировано от COVID-19. За минувшие сутки было вакцинировано 33 084 человека. Число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 29 275, вторую – 3 809 человек. Pfizer применяется в Израиле. Иерусалим запускает кампанию по вакцинации подростков в возрасте от 12 до 15 лет. На получение первой прививки записались тысячи подростков по всей стране. После успешной кампании по вакцинации людей старше 16 лет в Израиле были сняты почти все ограничения, связанные с пандемией. При этом темпы распространения заболевания не выросли. Борьба с распространением коронавируса требует международного сотрудничества и странам необходимо воздержаться от вакцинного национализма. Такое заявление сделал Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеф Боррель. Вакцинным национализмом он называет стремление ряда стран сохранить препараты только для себя. По его словам, нужно устранить разрыв в темпах вакцинации между экономически развитыми и развивающимися странами. Необходимы общемировые и многосторонние инициативы по наращиванию производства вакцины и ускорению их применения во всем мире. Он также отметил, что Европейский Союз приветствует предложенный Международным валютным фондом план с бюджетом 50 миллиардов долларов, предполагающий вакцинацию 40% населения планеты в 2021 и 60% к середине 2020 года. Управление Китая по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарств одобрило проведение расширенно-клинических испытаний новой ингаляционной вакцины против коронавируса. Команда разработчиков намерена добиваться разрешения на ее экстренное использование. Ученый заявляет о преимуществах препарата над известными инъекционными вакцинами. Он напрямую нацелен на клетки дыхательных путей, в которые вторгается вирус, и способствует формированию иммунитета. В то же время единого мнения по поводу скорого применения новинки пока нет. Жителям в Шотландии пришлось предстоять в очереди более трех часов для того, чтобы получить дозу вакцины. Центры вакцинации по всей стране не работали на выходных. Спрос на препарат увеличился после того, как число случаев заболеваний в Шотландии снова начало расти. Испания открывает двери для туристов, привитых от коронавируса, независимо от региона прибытия. Полная вакцинация, зарегистрированная в ЕС препаратами, должна быть завершена минимум за две недели до даты вылета. Для тех, кто не успел привиться, власти предлагают сделать экспресс-тест на месте. В канун сезона отпусков новости из Мадрида порадуют многих, но не британских любителей солнца. Лондон сохраняет требования 10-дневного карантина для прибывающих из Европейского Союза. На днях власти исключили из списка ковид-безопасных стран Португалию. Отдыхающим там британцам приходится либо готовиться к карантину, либо спешно возвращаться домой. Между тем, Всемирная организация здравоохранения считает, что человечеству придется научиться жить с вирусом, и полное искоренение COVID-19 не выглядит как осмысленная перспектива. Всего до сегодняшнего дня коронавирус в мире обнаружили у 173 миллионов человек.